И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. В данном видео мы с вами поговорим о заявлениях, в частности, главы Армян России, где он четко заявляет о том, что организация-союз Армян России выступает за продолжение войны в Карабахе. В частности, также они выступают против мирных инициатив, которые были запущены договоренностью Владимира Путина, президента Российской Федерации и президента Турции Раджипа Эрдогана, а также Ильхама Алиева и премьер-министра Пашиняна, премьер-министра Армении. Интересно, прежде чем вы сейчас послушаете данное высказывание, я хочу сказать, что армяне России, хотя и не живут на территории Армении, хотя, скорее всего, именно в связи с этим, более отрицательно относятся к любому боймирной инициативе, чем армяне, проживающие в Армении, так как не детям Ары Абрамяна, Багдасарова и прочих гибнуть в Карабахе. Нет, их дети давным-давно проживают в Америке и не собираются возвращаться на родину. Разве что Ара Абрамян пошлет определенную сумму семьям, кто уже к тому времени потеряет своих родных и скажет скорбные слова на могиле родных? Это самое большее. Но речь не об этом. Прежде чем вы прослушаете данное заявление Ары Абрамяна, меня удивляет, я вот хочу сказать о том, что меня удивляет, куда смотрят правоохранительные органы Российской Федерации. Несмотря на многочисленные реформы, которые были проведены в правоохранительных органах среди людей, носящих погоны, российская правоохранительная система продолжает хромать на ту ногу, которую я бы назвал армянством. Потому что они продолжают не видеть антироссийские деяния, антироссийские высказывания, исходящие от представителей армянского лоббизма, а также армянства. Неужели правоохранительные органы не слышали высказывания Владимира Путина о недопущении провокационных деяний, а также обращений, которые могут повлиять на расшатывание того хрупкого мира, который сейчас постепенно воцаряется в Закавказье? Неужели они не могут проанализировать элементарные высказывания тех или иных лиц? Неужели они не могут проанализировать деяния тех или иных лиц в связи с их провокационностью? Не знаю. И последнее, что хотелось бы сказать, прежде чем вы послушаете высказывания Ары Абрамяна, в данном видео мы также с вами поговорим еще о некоторых, я даже бы сказал, более, возможно, важных темах. Это о некоем сайте, посвященном поддержке армянского сепаратизма, при этом сайт возглавит гражданин России, так называемый армянский лоббист. Ну и в конце я вас ознакомлю с очень такой каверзной, да, именно каверзной информацией, интригующей информацией. Пожалуйста, посмотрите это видео до конца. Ну а теперь давайте приступим непосредственно к высказываниям Ары Абрамяна. Начнем. Ара Абрамян Николу Пашиняну, Армянская община России ждет вашей отставки, а не приезда в Москву. Армянская община ждет отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а не приезда в Москву. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Союза Армян России Ара Абрамян. Господин Пашинян, вы опубликовали в социальной сети ФБ приоритетные пункты вредоносного для армянской государственности и нашего народа заявления, которые, судя по всему, лягут в основу некоего нового соглашения, подписывать которое вы собираетесь в Москве. Ара Абрамян Николу Пашиняну Так, ну что хочется сказать. Ара Абрамян все еще не может понять, что Армения потерпела крах. Это даже не капитуляция, это полный крах. И что единственный способ хоть как-то как раз-таки сохранить армянскую государственность, это немедленное налаживание отношений с Азербайджаном и Турцией. Немедленное восстановление, я не говорю братских отношений, но как минимум соседских отношений со всеми странами региона. Если Ара Абрамян это не понимает и выступает в частности против идей Путина, потому что, как вы понимаете, та встреча, о которой намекает Ара Абрамян, должна состояться в 11 января, она происходит не просто так, а глав Азербайджана и главу правительства Армении приглашает сам Владимир Путин, то есть Ара Абрамян выступает лично против Путина. Если я не прав, вы можете поправить меня, оставив форму своего несогласия в форме комментария под данным видео. Но я опять задаюсь вопросом, куда смотрят правоохранительные органы России? Если глава Армян России действует против интересов России? Я не знаю. Боюсь, что на этот вопрос даже сами люди в погонах не смогут до конца ответить. Не так ли? Но мы с вами идемте дальше и переходим к следующей информации. Обращаясь к правоохранительным органам России, я задаюсь еще одним вопросом. Куда российские правоохранительные органы, а также диаспоры азербайджанцев, проживающих на территории России, смотрят, если сейчас готовятся к открытию-запуску сайт Монте Кейс? Дело Монте. При этом данную идею решил запустить Сергей Сергеевич Корнаухов, который занимал в свое время определенные должности даже в госструктурах российских регионов. Чем же будет заниматься данный сайт? Пропавшим без вести не в Карабахе, а именно в армянской транскрипции название данной территории. Погибшим героем. То же самое название транскрипции, лживой транскрипции, потому что на самом деле это Карабах, а никакой не Арцах. Людям, нуждающимся в длительной помощи, инвалиды войны, сироты, военным преступлениям с выкладкой всех известных данных о преступниках, отрезавших головы, уничтожавших пленных, обо всем, что потребуется для международного расследования, которые обязательно будут. Куда смотрят, опять я повторюсь, азербайджанские диаспоры? Неужели им трудно выйти на данного так называемого политолога Российской Федерации Сергея Сергеевича Корнаухова? Думаю, что нетрудно. Просто сидеть на своих роскошных креслах некоторым, видимо, более приятно, чем действовать. Если я не прав, вы можете меня поправить. Я не люблю судить азербайджанские диаспоры, так как я проживаю в Азербайджане и являюсь гражданином Азербайджана. Но проходить мимо бездействия, преступного бездействия, я не имею права. Именно как патриот своей страны. Куда вы смотрите, дорогие наши главы диаспор? Ну, это так. Для того, чтобы вы приблизительно поняли, что данная так называемая фигура действительно существует на белом свете, это под фигуру я имею в виду Сергея Сергеевича Корнаухова, достаточно открыть в интернете, в любом поисковике, имя, фамилию и отчество данной личности. Вот давайте еще раз откроем. Сергей Сергеевич Корнаухов, циклопедия. Корнаухов Сергей Сергеевич, чепецк.ру. То есть, действительно, немало данных об этой так называемой фигуре. Поэтому не стоит сейчас некоторым говорить, что вы не можете его найти. Очень достаточно обширные данные о нем есть в интернете. Ну, а сейчас мы с вами приступаем к самой интригующей информации. От данной информации со своими зрителями поделилась армянская, проармянская блогерша Ил Пазар. Панзар. Я тогда пошутил в отношении Пантер. Она, озвучивая данную, ее известие ссылалось на Микаэла Минасяна. Это зять Сержа Сарксяна, второго, прошу прощения, третьего президента Армении, а также вице-премьера Армении. Здесь выложено много информации, и мне присылали еще дополнительные скрины, но здесь меня заинтересовал один маленький момент. Глава СНБ так называемой республики Карабах Камуа Гаджанян имеет, оказывается, родного брата, который служит генералом ВС Азербайджана. Я не могу утверждать, что данное высказывание является правдой, но это, на мой взгляд, информация к размышлению. В частности, не только о ситуации тире высказываниях президента касательно того, что Азербайджан действительно продвигал Пашиняна в президенты, в премьер-министры. Но здесь возможно размышление и о двойных агентах. Здесь возможен след организации удинов. У множества других есть версии, которые могли бы охарактеризовать данный факт. Меня крайне интересуют ваши высказывания, дорогие мои зрители. Как вы считаете, имеет ли данный факт, является ли данный факт правдой, или это внеочередной армянский фейк? Если это правда, то на чем она жиждется? Опять-таки, не могу утверждать, но раз такую информацию стали выбрасывать представители армянства, тем более подставляя своего же сепаратиста, видимо, в этом что-то есть. Как-то так. На этом, пожалуй, все. Я заканчиваю данное видео. Сегодня на моем канале еще будут видеоролики. Всем до свидания. Всем пока. Всегда ваш Сеидов Кямран. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok